Всем привет! Ну что ж, у нас огромная посылка, полностью запакованная, и, соответственно, начнём распаковочку с вами. С какой стороны шик не подлезть? Слушайте, а, судя по всему, надо где-то вот отсюда... Нет, отсюда... Да, судя по всему, надо как-то так подлезть. Соответственно, я начал немножко, видимо, всё-таки лучше с торца в данном случае попробовать распаковать. Ну и буду сейчас выкладывать, и, соответственно, посмотрите, что здесь находится. Слушайте, а здесь ещё одна коробка. Вот так вот. Так, давайте в сторонку отодвигаю и начинаю ставить здесь. Оп! Так, что у нас в посылке? Смотрим, смотрим. Ещё раз смотрим. И снова смотрим. Есть! Ну что ж, получается. Давайте переместимся в какую-то более удобную локацию. Всем привет! Подснял я полностью распаковку, но она получилась слишком затянутой, и я решил, что это не дело. Слишком уж долго я распаковывал всё, много там было всяких упаковок в упаковках, в коробке, всё дополнительно перемодано. Короче говоря, сокращая время, показываю вам сразу ножи, которые вот мне пришли, и, правда, не только ножи, ещё точилочка пришла. Точилочка пришла, тоже посмотрим. Тоже довольно интересно. Давайте начнём с мастерской Сёмина. Это у нас довольно бюджетные ножи, получается. Соответственно, вот такой вот ножичек пришёл от мастерской Сёмина. Можно на него посмотреть. В принципе, мне по фото на сайте у официального дилера я посмотрел. Мне понравились фотографии. Нож выглядит, на мой взгляд, очень даже достойно. Опять-таки, учитывая невысокую стоимость, здесь D2, но вполне всё прилично. Единственное, что кажется, что сведён как будто бы он толсто. Я пока ещё не замерял сведение. Это всего лишь распаковка. Первые впечатления, первое знакомство. Замерять всё буду во время обзора. Чуть-чуть мне нужно время на то, чтобы подготовиться. Но я вам скажу сразу, что вот как-то мне кажется, что маловато мне рукоять. То есть мне в притирочку хватает. Мои средние по величине ладони 23,5 см в обхвате. Мне в притирочку хватает вот здесь, чтобы разместиться таким вот молоточным хватом. То есть рукоять вроде бы длинная, но видите, вот отсюда получается и вот досюда. То есть вот это расстояние, оно поменьше, чем, казалось бы, рукоять. Да, какими-то другими хватами могу разместиться, но я постоянно опасаюсь, что вот здесь я могу порезаться. То есть здесь довольно острый край и легко очень на него перейти. То есть даже это я беру и получается есть риск того, что чуть-чуть неаккуратно я могу немножечко резануться. И какими-то другими хватами тоже мне, честно говоря, немножко хотелось бы больше здесь расстояния. Ну или просто чуть больше рукоять, чтобы была возможность для размещения. Вот. Ну а так, в принципе, учитывая невысокую стоимость данного ножа, очень даже интересно. Еще один нож от мастерской Семина. Это, получается, складной нож. Тоже в такой же стилистике, видим, ножны. Выполнены, ну они вот такие, да, видите, для ношения, потому что клипсы у ножа нет. Нож раскрывается, получается, вот таким образом. И, в принципе, что вам скажу. Ну, прям явный бюджетник. То есть ничего здесь такого. Н690 с одной стороны на клиночке. Но, кстати, какие-то вот следы. Это не я. Еще ножом ничего не резалось. То есть какие-то следы, как будто бы им скотч немножечко подрезали. Такое впечатление. Ну, какие-то следы клея, в общем. Или что-то было приклеено. Может быть, это витринный образец. Может быть, ценник был приклеен. Может быть, что-то вот в таком духе. Честно говоря, не знаю. В принципе, это ни на что не влияет. Я протру. Вот. Но просто как-то так вот по впечатлению, конечно же, да. Чувствуется, что ножчик бюджетный. Хотя, в принципе, для складного ножа, учитывая, опять-таки, его невысокую стоимость. Ну, клинь немножечко не по центру. Быстрого раскрывания нет. Одной рукой я тоже, пожалуй... Ну, не знаю. Может быть, и смогу. Но очень сильный детент у бэклока. Не уверен я, что справлюсь с одной рукой. Ладно. Соответственно, смотрим дальше. Это у нас, получается, Вадим Шахнединов. Как-то, извините, с произношением фамилии. В общем-то, URL DC здесь у нас написано. Крейсер. Вот. И интересно то, что у нас здесь фронт-флиппер. Ну, в принципе, смотрите. Получается. Получается без какой-либо тренировки. Фронт-флиппером воспользоваться. Не скажу, что это для меня какой-то наиболее удобный вариант. Я бы сказал, что фронт-флиппер, ну, как-то мы можем. Наверное, надо приловчиться. Я понимаю, что люди, которым нравятся фронт-флипперы, я пока, ну, как бы, вроде бы справляюсь, но не привыкший. Хотя, вот, в принципе, смотрите, вылетает довольно лихо. Ход очень мягкий, очень плавный. Клин, 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 клин. Ну, самую малость, по-моему, чуть-чуть, как будто бы не по центру. Самую малость вот сюда, да, уходит в эту сторону. Посмотрите. Самую малость, но все-таки такое есть. Здесь клипса, видимо, что-то типа титана. Интересно вообще, что это за материал. Титан, это не титан. И вот так, да, могу раскрыть. Но сухаря я здесь не вижу сходу. Ну-ка, есть ли здесь сухарь? Не вижу сухаря. Если был бы титан, он бы залипал. То есть, видимо, это все-таки не титан. Ладно, я потом буду это. Опять-таки, ребята, не судите строго. Я сейчас просто знакомлюсь с ножом. Вот. И показываю вам это на видео, как бы, как анонс к будущим сериям. То есть, получается вот такой вот чехольчик, внутри еще один чехольчик кожаный и внутри, соответственно, уже дальше сам нож. Ну, по упаковке, кстати, зачетно. Мне нравится, когда в нынешнее время уже, казалось бы, все варианты упаковок испробованы. И производитель находит еще какие-то новые варианты по упаковке. Wingman EDC. Ну, я только что их уже распаковал, видите, и теперь переснимаю распаковку, получается. Вот. Поэтому уже так краем глаза их увидел, эти ножи. Вот. И у Wingman EDC, получается, что меня удивило. Меня удивило, что это Китай за довольно высокую стоимость. Но, само собой, очень-очень качественный Китай. Здесь у нас вот такая вот надпись. Получается, Böller M390. От Spar-K, как-то, да. Wingman EDC, получается. Вот он, Джонас Иглесиас Дизайнер. Видите? То есть, получается, что это у нас, несмотря на то, что китайское производство, Титан, у нас, получается, дизайнер... А, кстати, смотрите, здесь какая фишка. Прикольно, молодцы. Вот. Ну, в общем-то, это баловство все, по большому счету. Это у нас, получается, ключик. Это у нас, получается, ключик для вот такого вот осевого. Иначе не открутим. Здесь, получается, можем подкрутить осевого с этой стороны. С этой стороны, слушайте, ну, нужно же два ключика. Вот, получается, смотрите, я начинаю чуть-чуть крутить, если... Начинаю чуть-чуть крутить, и с этой стороны подкручивается. В идеале бы их два, а он один. Ну, ладно. Зато сделан как-то прикольно, прям по внешнему виду. Необычно сделан, мне понравилось. И давайте сам нож бегло вам попробую показать. Все пока что бегло. Все пока что первое впечатление. Все эти впечатления, все они первые. Слушайте, я думал по фото, что нож будет крупнее. Я думал, что это полноценный такой крупный нож вполне. Но он оказался довольно миниатюрным. Это в очередной раз, когда я не посмотрел должным образом его характеристики. И здесь вот такой вот прикол. Смотрите, что здесь. Здесь, получается, казалось бы, у нас плавничок, который должен открыться. И здесь он должен вылезти. Но нет, его здесь нет. Он здесь и остается. Посмотрите, здесь какая фишка. Здесь, получается, фишка в том, что плавничок вот такой. То есть, он здесь на шарнире. Получается, вот там ходит на шарнире. И получается, что клинок в него упирается. Вот сейчас, видите, он оп, оп. Вот он. Клинок, получается, подпирает этот плавник. То есть, сейчас здесь люфта никакого нет. Я на него нажму, получается, строну клинок тем самым. И потом, получается, в разложенном состоянии клинок упирается, опять-таки, в этот шарнир с плавником. То есть, вот он получается упор И вот сейчас я когда раз фиксирую, то он получается Вот видите, начинает условно болтаться То есть, он вот так подпирается Только в разложенном состоянии Вот, 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 еще раз показываю Ну, вы, я думаю, поняли То есть, он раз и вот так упирается То есть, получается, что он упирается в него в разложенном состоянии И упирается в него в сложенном состоянии И все это подвижная деталь Вот это интересно сделано Вот это мне понравилось, как реализовано То есть, это необычно Здесь все четко по центру, клипса В принципе, довольно глубокой посадки Дизайнерски так сделано Ну, вообще, честно говоря, мне нравится Единственное, что меня смущает, это довольно высокая стоимость Учитывая, что это китайское производство Хотя я вижу, что дизайнер там совсем не из Китая И, в принципе, сделан нож Очень даже достойно По-моему, вогнутые спуски, судя по всему Ну, да, точно они вогнутые, я вот так прям смотрю Не на камеру, не знаю, видно ли вам на камеру Маловато, конечно же, это для любителей Компактных ножей, но интересен Интересный ножичек, прям вот Я бы сказал, что вот эта фишечка, это, конечно, интересно Я впервые такое вижу на ножах Вот такую подвижную часть, причем она не люфтит То есть вот здесь она все не люфтит, все четко То есть нажимаю и вот здесь все четко Ну, а в промежуточном положении она недолго находится Короче говоря, интересная фишка Прям интересно, заинтересовала Так, дальше смотрим, что у нас еще есть Лезерман идем Лезерман, лезерман, у нас стандартный чехольчик И, в принципе, фишка в том, что Это у нас более бюджетная модель Я хочу сравнить со своим вейвом Посмотреть, мне показалось, что очень похож Но посмотрите, с клипсой И учитываясь, что все сейчас выросло в ценах В принципе, это тот же самый вейв Но более, когда так вот сделано, чуть по-другому По мне так, это интересно То, что выпускаются более, так скажем Ну, недорогие, альтернативные варианты По сравнению с тем же самым вейвом По качеству все абсолютно похоже Но, опять-таки, мы сравним Но я, как пользователь Лезермана до длительного времени Не вижу никаких особых отличий Кстати говоря, хорошо скруглены края Это будет удобнее при работе И по инструменту Давайте посмотрим, что у нас здесь есть У нас здесь есть ножнички Абсолютно стандартные Как на Charge TTI Как на вейве Так, а фиксатор? А фиксатор? А, вот оно в чем Фиксатора-то у них и нет, получается Так что ли? То есть получается, что инструмент не фиксируется Вот этот инструмент вспомогательный Ну, в принципе, он, конечно, подпружинивается Да, он, получается, здесь не имеет Он не имеет такого фиксатора Вот оно в чем фишка В чем они удешевили Ну, ладно В принципе, наверное, и без этого Можно обойтись Шило, получается Отвертка Это у нас инструмент здесь не фиксируется Ладно, приняли как данность И, соответственно, здесь у нас Получается открывашка для бутылок Для консервов Зачистки проводов И переставная вот эта вот штучка С битами То есть биты можно докупить При необходимости Ну, в принципе, опять-таки Я думаю, что зачетно Опять, учитывая, что сейчас все подорожало Это у нас более бюджетный тул От Лезермана В принципе, на мой взгляд Вполне себе как вариант Что мы еще не посмотрели Здесь на столе находящаяся Спайдерка Чебурков Нотн Кроун Как там называется Получается, Северная Корона, в общем-то Так, смотрим дальше Северная Корона Нотн Кроун Так, так, так Как это будет правильно Ладно, как правильно Потом в обзоре посмотрим Сейчас еще дойдем до него Спайдерка Спайдерка небольшой Но интересный по своему дизайну Ножичек Вот, для любителей чего-то необычного Но, в принципе, спайдер как раз-таки делает Ножи не для всех Вот, ножи для Для особых Вот, людей, так скажем Здесь у нас вроде бы все четко Но, может быть, хотя нет Самую малость Нет, нет Самую малость влево Вот, ну, видите Есть такое дело Дальше смотрим Раскрытие В принципе, ничего Ложиться в руку хорошо Клипсу могу ли я переставить? Судя по всему Только для левши Для правши Могу переставить Тайвань, тайчунг Слушайте, ну, у Тайваня Обычно нет таких вот моментов Чтобы клин был чуть-чуть не по центру Странно очень Очень странно Самая малость Ну, да ладно В принципе, сам ножичек Все равно очень прикольный По дизайну Вот И, в принципе В принципе, ну, опять-таки Для необычных Но дизайнерских ножей Спайдрика делает вот такое Смотрим дальше Что еще? Кизляр Суприм Чебурков Чебурков, кстати Должен быть интересный Давайте посмотрим, получается На Кизляр Суприм Да, по поводу Кизляр Суприма Так получилось, что у меня брат Что-то спрашивает Говорит, был на выставке в Клинок Так и так Мол, как тебе Кизляр Суприм? Я говорю, блин Кизляр вроде бы уже давно Пройденный этап Уже вроде бы все Тысячу раз посмотрели Он говорит, да нет Они вроде бы меняются Кизляр Суприм Ну, в смысле Вы мне сейчас скажете, что Кизляр и Кизляр Суприм Это разные фирмы Но я понимаю, что Юридически это так Фактически я в это не верю Но это мое личное мнение Потому что, конечно же Каких-то Таких, скажем так Аргументов у меня в эту пользу нет Но я просто Я просто сам по себе считаю Что это не так Это мое такое Субъективное мнение Вот, несмотря на то Что понятно, что юридически Видите, порезался немножко Юридически это разные фирмы Не сейчас порезался Майден Раша Давайте посмотрим Я так тоже подумал Думаю, ну почему бы нет Если есть возможность взять Кизляр Суприм на обзор Но почему бы не посмотреть На него, не пощупать Не составить более детально Свои впечатления В принципе, у Кизляра Всегда сильной стороной Был их дизайн Дизайн у них На мой взгляд И у Кизляр Суприма Всегда был хорош Вот А вот исполнение Порой качество гуляло Но зато была Невысокая стоимость А сейчас получается Как-то так Значит, здесь у нас получается Давайте смотреть Как он там Правильно называется Ультрас Эф Получается Моделька Да Вот такая Северная корона Все-таки правильно Northern Rowan Как-то так Северная корона Короче говоря Раскрываем Смотрим В принципе Удивляет Двойная клипса С двух сторон Наверное Одну лишнюю Нужно открутить И положить в коробочку Скорее всего Как-то так Наверное Клипсу надо открутить А есть чем открутить? Вот давайте Сразу вопрос А есть ли чем открутить? Есть ли чем открутить? А открутить нечем Ну тогда Это некоторый минус получается То есть если вы купили Такой ножичек Вам клипса Это не нужна То получается Либо носить С двумя клипсами Либо получается Сразу бежать За покупкой Например Бита Отверток Ну может быть Они у вас конечно есть У меня например есть Вот Но все-таки Клин вроде бы Ничего Так может быть Самую малость влево Но там уже доли миллиметра Вот раскрывается Прилично Я не помню его стоимость Если честно Вообще не помню Сколько он стоит То есть если Это нож из недорогих То это прям Очень будет даже интересно То есть вполне себе Если это дорого То конечно Тогда возникают вопросы Вот Но в принципе Такой складной нож Я думаю Что если это не особо дорого То судя по всему Мощный осевой Так кончик вроде бы Мощно сделан То есть в принципе Почему бы и нет В руке в общем-то нормально Вполне себе Зачетно Такое первое впечатление Ну для меня как-то Необычно Необычно Я хочу Чтобы у нас появились В России Ножи Складные Имеется ввиду Нашего производства Чтобы это было Подоступнее Какого-то среднего Ценового диапазона То есть есть у нас Дорогие ножи Российские Есть у нас Бюджетные ножи И я хочу Чтобы что-то было среднее Вот я не знаю Вот это подпадает Под эту критерию Или нет Не помню Честно Надо посмотреть Ладно Ссылочки для вас Я оставлю В описании к видеоролику Вы сейчас сразу посмотрите Здесь сертификат соответствия Где-то я такое уже видел Возможно у чебруковатый И видел уже Вот это очень даже хорошо И соответственно Смотрим на сам Ножичек Ну выглядит он Очень ярко Выразительно То есть клинок Вот такой прям У нас получается Здесь под дамаск Это все наверное Да я честно Не помню Что у нас здесь на клиночке Вот соответственно Выглядит все В принципе Ну мне кажется Что очень даже достойно На мой взгляд Достойно В принципе Почему бы и Ход очень мягкий Клин Четко по центру Ход очень приятный Очень приятный Вообще классно Первое впечатление Супер Так давайте Чтобы сильно не затягивать Осталась у меня еще точилочка Точилочка Сейчас раскрывать ее полностью Не буду Вот В смысле Разбирать ее полностью Не буду У меня когда-то был профиль Вот И мне было интересно Что сейчас делает Соответственно Из более бюджетных Вариантов Профиль Блиц У нас здесь получается Заточная система Сюда нож зажимается Здесь это все собирается Ну в общем-то я посмотрю Составлю впечатление И для себя И надеюсь для вас Тоже поймем Насколько эта штука В принципе Достойна Относительно рынка Так скажем То есть потому что Это относительно Бюджетная точилка Но опять все Относительно Она довольно дорогая Но для профиля Это бюджетно И мне было бы интересно Посмотреть Что они За эту цену предлагают Ну ладно Это все отдельно Это слишком долго Для распаковки Короче говоря Профиль Блиц Ждите тоже На канале Посмотрим Составим Своё впечатление Большое спасибо Всем кто поддержит Своими лайками Всем огромной удачи Всем счастливо Всем пока Надеюсь вам понравилась Распаковка Надеюсь что ждете Все это в видео обзорах В скором будущем Всем огромной удачи Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok